Сотрудниками полиции Адыгей установлено местонахождение местного жителя, подозреваемого в совершении преступления за пределами России. По данным правоохранительных органов Германии, несколько лет назад россиянин участвовал в вооруженном нападении. Запрос о розыске гражданина Российской Федерации в МВД по Адыгее по линии Интерпола поступил в январе. По данным коллег из полиции Германии, мужчина подозревается в ограблении кафе, которое было совершено еще в 2012 году. Следствием было установлено, что в июле 2012 года данный гражданин совместно со своим подельником, вооружившись пистолетом и скрыв лица под масками, совершили разбойное нападение на кафе Бильярдное в городе Вормсе. В ходе данного преступления, вышуказанные лица связали владельца данного кафе, похитили несколько тысяч евро, а также имущество, принадлежащее данному заведению. Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД по Адыгее и уголовного розыска выяснили, что описанный в ориентировке мужчина действительно получал паспорт в Адыгее. Но проживает ли он тут было неясно. Определить это помогла неосторожность самого разыскиваемого. Оказалось, что он привлекался к административной ответственности на территории Адыгеи за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. 32-летний мужчина проживает в Красногвардейском районе и нигде не работает. О том, что фигурант установлен и найден, инициатора розыска уже проинформировали. Продолжаем выпуск. Майкопский городской суд вынес приговор жителю республиканского центра. Мужчина обвинялся в дерзком грабеже в отношении почтальона. Подробности в материале Вадима Агаркова. Сообщение об этом преступлении поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу в октябре 2015 года. Со слов потерпевшей, во время развоза корреспонденции к ней подбежал мужчина и вырвал из рук сумку. Большую помощь в раскрытии этого преступления по горячим следам оказал специалист Кинулок со служебно-розыскной собакой. Практически сразу же пес взял след и привел полицейских к домовладению, где с недавнего времени проживал 32-летний ранний неоднократно судимый гражданин. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования удалось добыть неопровержимые доказательства вины подозреваемого в совершении преступления. Согласившись с выводами следствия, суд признал Майкопчанина виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительном учреждении строгого режима. Вадим Агарков, Вячеслав Коробков, программа Вести, дежурная часть. Правоохранительные органы Адыгей завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из муниципальных образований республики. По версии следствия, он превысил свои полномочия, в результате чего государству был причинен ущерб на сумму более 9 миллионов рублей. Факт противоправной деятельности руководителя муниципального образования был выявлен и задокументирован оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгеи. При первоначальной проверке полученные сведения подтвердились. В нарушении нормативно-правовых актов деятельности сельского поселения, а также устава муниципального образования, обвиняемый распорядился о проведении расчистки русла реки Лоба у хутора Пустосилова Красногвардейского района. Добытый инертный материал по предварительной договоренности с руководителем фирмы-подрядчика был передан организации, производящей расчистку реки. Впоследствии гравийная песчаная смесь и песок были реализованы подрядчикам на сумму более 9 миллионов рублей. У следствия есть неопровержимые доказательства вины подозреваемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в судебные инстанции. В эти дни в Майкопе завершился ежегодный турнир Адыгейского республиканского спортивного общества «Динамо» по волейболу. В нем участвовали более 10 команд, состоящих из представителей всех правоохранительных органов региона. Соревнования проходили в спортивном зале Майкопского государственного технологического университета. С приветственным словом к участникам турнира обратился начальник управления по работе с личным составом МВД по Адыгеи Александр Ермилов. Спорт всегда объединял спортсменов разных стран разного уровня. Наши соревнования не исключены на цели на то, чтобы объединять спортсменов разных правоохранительных органов. Все команды показали хороший уровень физической подготовки и волю к победе. В результате упорной борьбы третье место заняла команда специальных подразделений МВД по Адыгее. Серебряными призерами стали сотрудники отдела МВД России по Геогинскому району, а победителями турнира признана команда управления ФСБ России по Республике Адыгея. Субтитры создавал DimaTorzok